всем привет будь мне еще одна пересадка то орхидея который покупал же не на 8 марта вот это чайник и желтенькой а надо пересадить потому что я покупал я не знаю что там в корнях там может быть все что угодно и торфи на и торфи на и таблетка и разные там ну короче стоит такая всякая всякая ненужная вот да и заодно посмотрю на крышки ну думаю там все хорошо так был у меня вопрос в комментариях вот когда они высыхают меняется цвет вот тут фокусируется вот темнеет цвет вот тут видите спрашивали это проблема это 0 это страшно это вообще не страшно должно быть они изначально светленькие вот как здесь вот тут здесь я покажу вот салат виньки сейчас я все разверну вот видите сладенький вот потом он когда улетает делать такой темновато такая же самый на белых точно такая сам ситуация на темных у меня для темных светленькая и темненькая сиреневые там такого нет так теперь так один цветонос я уберу вот этот а вот этот сейчас вам покажу вот это пожалуй оставлю сейчас вот может плохо видно ответе это почечка она набухла и с ним начинает пробиваться еще один еще один цветоносик эти отцы таки еще вот я только по эту штуку обрежу остальное все оставлю на другой цветоносил беру так она у меня тут двойная два в одном она так и будет до одном разделять я их не буду пока который станет мало места кристочком швы жухнут расставить мало места тогда уже когда их рассажу так еще хотел показать кора которая приготовил это кора с леса и древесный уголь не помню этот покупной или собранный может быть такое такое так еще был вопрос варю или кору нет не варю я ее пропали пропали вот такой штучка такая штука мне есть эти ушки взгляну туда я покупал очень давно зачем не помню но в принципе помню я для паровых овощей это самое покупал то есть костюльку ставишь открываешь крышкой воды только внизу чтобы не доставало до сетки и все и так вот пропариваешь сейчас есть они в продаже вот такие штуки я видел и патриза рекламирует они складные это не слаживается да она вот здесь не слаживается а сейчас полностью слаживается или на алиэкспресс есть если кого-то заинтересует могу поискать ссылку оставлю так ну чтож поставлю камеру на штатив обрежу цветонос не буду вытаскивать что же будем вытаскивать вы это неплохо корешки он пускает свеженькие здесь у нее тоже порядок но все же должен убедиться да цветоносик я срезал сантиметра где-то 3 над почкой последний который хотел которая которая пустила пустила вон цветоносик не знают виду или нет так хотел снимать на улице это все но горшочек не при этом но пасмурно и дождик то льет то не льет там хоть подкрышено все но будет шуметь что у нас тут есть тут там вроде есть середине или нету корнями обплело честно и почистим тут сухие обрезаем знаете когда же такая неплохая а да где-то здесь видео вот мог попадается и там где мог еще такие вот беленький не знаю как правильно назвать поэтому я не использую мог ведь он как ну кара сама плеснет или как не знаю поэтому я не использую кара сухая ведь она не замочена ничего все корешки зелененькие хорошенькие симпатичненькие и вот тут есть есть такая штука вот есть торфяная таблетка вот сейчас я буду оттуда как-то выколупывать это орхидея с польши сама и видать они решили тоже таблетки давать уже не выросли 2 месте садились что я не пойму если честно корни 1 на 1 пускать или с одной выросла другая ему точно сказать так теперь нужно пинцета меня и вот эту вот штуку вот эту вот постараюсь ближе показать вот она эту штуку это не карата это торфяная таблетка что нужно ее туда выклупать сейчас будем я доставать на так в принципе все хорошо сухой по обрезаю вот и не пойму кататорая орхидея выросла или 2 месте посадили или как или одна другую разница она дала не знаю так ладно сейчас я возьму пинцетики и продолжу лежи так доставил эту штуку это не торф это не знаешь такое ну какой-то резиновые на рвется легко довольно таки много был теперь чтобы им хотел сказать только смотрю видео про пересадку орхидей много очень много тех кто занимается орхидеями говорят что эту штуку нужно отсюда вытаскивать узнаете им скажу да они полностью 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 правы сейчас вам покажу почему посмотрите цвет корней орбелесый видите белый это из того что здесь не было просто кислорода на было все облеплено и орхидея не дышала своими корнями так как обычно в коре вот вот в коре живет дышит оттенок совсем другой а вот такое там идет именно старая кора попадается когда орхидея не пересаживаешь кратчатки перерабатывается из-за всякой там воды и это все-таки природные да как когда-то кому-то конец приходит так вот обязательно эту штуку нужно вытаскивать покупала верю на 8 марта а сегодня у нас 23 мая вот до сих пор она мне цела корнем все живые только там пару штучек сухих обрезал все хорошо и сейчас это все уберу ты тут грязь ну и буду садить правда еще хотел вкачать и вот видите на солнце что постоял у меня в одно время немножко зеленый налет есть мог вот я уже конечно буду давать пропаренную корю там уже муха не будет он же расти не будет так что делал такое так иду я больше не знаю куда буду пересаживать какой стаканчик или в этот или в этот пошире все посмотрим сейчас встретимся давайте продолжим сосед немного отвлек так это его старый горшок вот наша орхидея и она будет тут а плохо сидеть я есть пошире и повыше чуть-чуть не пошире вот здесь на быть хорошо сидеть только на сделать дырочки сейчас эту переставлю по ей аккуратно лично но как всегда буду делать своим любимым инструментом до ссылка на него стали но если будете покупать никому случаю чудо на ту сеточку пальцем не трогайте даже если не холодная горячие естественно сидит глупость как морозил когда она холодно никогда те кто не самый не не трогайте потому что она позже портится и другой вы такой не купите на покупать целый паяльник раскручивать только вот здесь если хотите просто горелку вот они принципе есть полу с наконечником сами разными от этим вот или нету не помню не буду врать ладно она должна прогореть если видите как она поменяется вот ветер начинает краснеть середине все огонь потух она готова здесь регулируете просто больше-меньше температура какой вам нужно и вот таким макаром все же лучше чем сверлить я использовать обычный паяльник который дома используете для пайки так ладно я буду дырявить то включусь вот и все ой 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 закручим его нужен пусть остывает вот дальше дырак не делаю достаточно это думаю что ж где наша орхидейка ой как будет хорошо это будет хорошо сейчас 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 я как-то тут это поменьше бы кусочки как я уже говорил здесь кора и в лесу и древесный вухоль древесный отличный антисептик во первых во вторых у него хорошие питательные вещества сохраняется даже костер жжем весь пепел на огород выбрасываю там для лука для основе чеснока очень это любит потом уже просто сверху посыпаем даже все посажено и дождик когда падает он то всем землю пробивает то есть это пика должен быть дерево там кидать всякую гадость именно бутылки пластмассовый там подобное уводим все поставил я палочку чтобы она держалась и тут не знает у нас видно ли не видно будущее вот вид засыпал корой так на это я привык просто такой системе меня нам нравится очень надо меня удобно не нужно с ними носиться купать тут подобные если я удобряю я просто наливаю сюда удобрение удобряю правда очень редко почему-то сюда хорошо к не всплывает то есть не нужно в этом ловить но стоит минут 15 зависит от рецепта как написано у вас на упаковке да вот и потом просто держу рукой сливаю эту воду лишнее все вот и все а поливаю наливаю я уже показывал где-то вот так но здесь больше получится потому что горшок до конца не дошел и за счет испарения воды это орхидейка пытается я так привык мне так удобно а вы как будет сидеть это уже ваше дело способ есть много разных и растут они это проверено проверено еще бы хотел сказать две моих орхидей на лексом самое надумали снова цвести выпускает цветоноса заодно и не переживаю если помните мое видео про пересадку убегающей орхидеи этом раздел на пенек и на вверх вверх он вершок скажем так так вот пенек пока корни ничего не сохнут но ничего не упускает а вот сама эта верхняя часть с корнями остальными начал опускать новые корни это так довольно усердно начал опускать и начал выпускать цветонос ну нужно несколько сантиметров но это уже как-то будет следующее видео и еще одна орхидея моя сиреневая темно-сиреневая которая имеет на детку детку на самом цветоносе вверху вверху на цветоносе вот здесь детку я там уже сделал стаканчик кору положил ну опрыскиваю корней там не вижу листья растут и внизу она надумала выпуск не надумал она выпускает еще не цветонос он же имеет сантиметр где-то 3 так вот тут они немножко я переживаю не знаю потянется на то что я получил хотя конечно корней на детки ну что же сделаешь что же сделаешь посмотрим будет побольше цветонос обязательно сниму видео покажу подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик возле подписки чтобы вы знали когда будет моё новое видео спасибо за внимание всем пока 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 пока